Ребята, всем привет! Я все так же нахожусь в Германии, в окрестностях своей деревни. В сегодняшнем видео я расскажу о полиции в Германии. Ребят, никогда не покупайте китайские экшн-камеры безымянные, потому что они дичайший глючат, отрубаются. Я вот сейчас записал полноценный ролик на улице, прихожу домой, а его нет. То есть видео закосячилось, камера, потому что заглючила. Никогда не покупайте, это вообще полная херня. Я хотел рассказать о полиции в Германии. У меня выходила серия постов в ЖЖ о беспределе полицейских в России. И вот мне задали вопрос, а расскажи о полиции в Германии, неужели здесь ничего такого нет? У меня было не так много контактов с полицейскими здесь, но тем не менее, те контакты, которые были, они были позитивные. Сейчас, собственно, расскажу. Ну, вообще, начну с того, что здесь полицейские просто так не подходят на улицы, не спрашивают у тебя документы. То есть я иду по городу, допустим, говорю по телефону на русском языке. Они просто посмотрят, но не подойдут, не проверят визу, там, есть ли у меня виза, непонятно, кто я вообще такой. Даже вот недавно сидел на вокзале, там сидели беженцы, ну, какие-то сирийцы, там, ну, в общем, арабы сидели с борозами, ахмеды такие. Вот. Полиция зашла, также посмотрела, все в порядке, не стала проверять документы у них. То есть, ну, сидят и сидят. Возможно, там, хотя и полиция не знает, получили они статус беженцами, вообще кто это такие. Есть ли у них там какие-то документы при себе. Ну, они посмотрели, и все. Здесь вот патрули по городу, если полиция ездит, то есть, да, замечу, что сейчас полиции стало больше, чем два года назад, потому что, ну, наплыв беженцев и так далее. Но, тем не менее, они не подходят к людям. Они вот спокойно патрулируют город, ездят либо на машине, либо ходят, смотрят. То есть, если человек ничего не нарушает, к нему просто так не подходят, потому что, ну, нечего предъявить. Если на тебя нет какой-то конкретной ориентировки, к тебе не подходит полиция совсем. Вот сейчас расскажу пример такого прям непосредственного контакта с полицией. Еще когда год назад, там, или уже почти два года назад, я жил в районе Висмара. Там у нас чувак приезжал из Литвы, он автостопом ездил, он поехал дальше в Италию автостопом, попросил закинуть его до трассы. Я сел в машину, мы поехали, я выкинул его на трассе, там, минут 15 ехали до трассы. Оставил его, все разворачиваюсь назад, думаю, на обратном пути куплю бензин, а у меня там уже совсем почти на нуле было. Ну, думаю, до заправки успею доехать. Не успел там много проехать, все, бензин кончился, я встал на трассе. Стою, голосую, немцы, отзывчивые люди останавливаются. Я говорю, может, у вас есть в запасе бензин или закиньте меня до заправки с канистры. Они говорят, мы тебя, конечно, можем закинуть, но потом назад тебе придется идти пешком, там реально, ну, на машине минут 10 ехать до заправки, пешком пришлось бы долго идти. Ну, я думаю, постою еще, поголосую, минут 15 стою, голосую, едут полицейские останавливаются, говорят, чувак, в чем проблема, что ты тут стоишь. Я говорю, ну, вот бензин кончился, они говорят, ну, покажи документы. И я понимаю, что я документы забыл дома, то есть абсолютно все. У меня не прав, ничего, ни паспорта с собой нет. Они говорят, ну, кто, называй фамилию, имя, я им назвал, они пробили по базе, вроде все чисто. Я говорю, давайте доедем до меня, вот, я живу здесь недалеко, я покажу вам все документы. Они говорят, ну, давай. Спокойно я сел в машину, то есть меня никто не скручивал. А, нет, нет, начну с того, что до ближайшего кармана, ну, есть такие на трассах карманы, где там туалет, парковка для машин и так далее, примерно, ну, там, метров 500 было, вот. И мы втроем с полицейскими, то есть я и два полицейских толкали мою машину, толкали до этого кармана, оставили спокойно ее на парковочном месте. Потом уже я сел в машину к полицейским, и мы поехали домой. То есть заехали ко мне домой, единственное, вот, заходим в комнату, я говорю, подождите, здесь у меня там, говорю, девушка голая, спит еще. Они говорят, ну, не поверили, видимо, или что там, подумали, я что-то прячу, один полицейский такой заглянул, потом иншулю, он извинился, вышел, потому что там девушка как бы сидит. Она говорит, что ты опять натворил, говорит, ну, здесь что ли уже успел что-то натворить. Я говорю, настоящим диссидентам завсегда везде гулаг. Ну, шучу, конечно, я говорю, да все нормально, сейчас я им документы покажу, и они уедут. Показал документы, полиция проверила, и все, как бы, говорят, ну, ладно, чувак, то есть нормально, все нормально. По базе пробили, позвонили, говорят, ну, никаких проблем нет, то есть мне даже никакого штрафа за этого не выписали, что я ехал без документов. Полиция меня еще докинула с канистрой до заправки, я купил бензина, и потом они подвезли меня к машине, я залил этот бензин, они попрощались и спокойно уехали. Такой позитивный пример, то есть, я не знаю, бывали ли такие примеры в России, ну, конечно, я не говорю, что в России вся полиция плохая встречается выборочно, относительно хорошие полицейские, просто их не так много. Вот. Еще один пример был в Гамбурге, опять же, вот мы с моей этой девушкой бывшей поехали в Гамбург просто потусоваться, часов в 10 или 11 вечера уже идем, там, смеркается, там, темнеет. Я смотрю, там какая-то небольшая погоня происходит, полицейские останавливают машину, ну, выскакивают, что-то начинают искать, там, я сразу включаю журналиста, подбегаю с фотоаппаратом, включаю камеру, что-то фотографирую, на видео снимаю, на меня просто посмотрели, так знаете, косо посмотрели, ну, какой-то чувак странный подбежал, что-то снимает. То есть, не стали предъявлять, как в России, какое ты право имеешь снимать, там, безосновательно, как любят в России полицейские предъявлять, на улицах, там, на всяких акциях и так далее. Нет, просто посмотрели, косо и все, ну, я посмотрел, на самом деле ничего интересного и не происходило, остановили какого-то чувака, что-то вывели, посмотрели его машину и дальше стали стоять, это все долго происходило, мы пошли спокойно дальше. То есть, никакого наезда со стороны полицейских не было за то, что я их снимаю, вот. Замечу еще, что там, допустим, на каких-то акциях протестов за Перлиней мы там проводили в защиту политзеков российских, там, памяти Бориса Немцова, но любую акцию вообще согласуют в самом центре, даже у Бранденбургских ворот, если там до тебя кто-то не подавал заявку, то тебе разрешено ее проводить там. Причем заявку можно отправить просто по интернету, а не как в России, там, через различные унизительные процедуры проходить, приносить, согласовывать и так далее. Вот. Приезжает обычно один наряд полиции, они посмотрят, скажут, ну, все нормально, вы проводите, там, не дебоширьте, и все. Сядут в машину и сидят, даже не стоят никакие чекисты, как в России, там, центре, ФСБ тебя на камеру снимают, нет, здесь все спокойно, ты проводи акцию, ты имеешь право ее проводить, все, как бы, митингуй, вот. На днях города, ну, это вот два года назад было, когда еще не было такого гигантского наплыла беженцев, то есть, допустим, день города в Висмаре, я не помню, не день города, может, годовщина падения Берлинской стены, ну, в общем, там, четверть города, 20 тысяч человек выходят на улицы, и всего один наряд полиции стоит где-то там в углу, как бы, наблюдает, все спокойно, празднуйте, ребята, не дебоширьте, и все будет хорошо. Вот. Ну, сейчас, конечно, да, с наплывом беженцев, полицию чаще можно встретить на улицах, но, тем не менее, говорю, опять же, со стороны полиции не происходит никаких домоганий, ну, как, ну, то есть, даже документы просто так не проявляются. Вот. Потому что, ну, и уровень преступности здесь все-таки на порядок ниже, чем в России, то, что там российские СМИ орут о беженцах, которые беспределят. Случаются единичные случаи, но я думаю, что в России, да, не то, что думаю, я знаю, что в России по статистике мигранты больше преступлений совершают, чем здесь. Вот. То есть, все спокойно, они сидят, получают пособие, и так и хотят жить на халяву, просто ничего не делать, плевать в потолок, поэтому они и не совершают особо преступлений. Но это уже к полиции не имеет отношения. В общем, надеюсь, рассказал достаточно. Ну, то, что я знал, я рассказал. Подписываемся на мой канал, ставим лайки, комментируем видео. Будет много всего интересного. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok